Прежде всего, мы должны понять, что такое разум все-таки, как он действует. Разум — это сила, которая соединяет нас со счастьем. Ум нуждается в счастье, мы постоянно питаемся энергией счастья, нам нужно для настроения счастья, для работы всех органов, для отношений с людьми, допустим, если я хочу сказать что-то хорошее о своей жене, мне должно быть достаточно счастья внутри. Для того, чтобы счастья было достаточно для всего, человек должен его откуда-то брать. Большинство людей не заботятся об этом. Они хотят брать счастье откуда-то, но источники не выбирают. Например, большую часть счастья мы получаем из телевизора. Источник не очень качественный. Но телевизор не избавит от стресса. То есть нужна какая-то сила, чистая, светлая сила, которая бы наполнила меня такой силой счастья, которая бы мне хватила для того, чтобы на все хватило. Что значит на все хватило? Это значит, что психика человека не находится только внутри себя. Мы связаны с нашими близкими. Если ребенок заболел, мать чувствует, переживает. Что значит переживает? Это значит, что ее энергии счастья не хватает для того, чтобы вы вылечить. Давайте приведем два примера. И эти примеры оба в зале будут. Допустим, у вас, кто из вас может поднять руки, у кого ребенок заболел сейчас, но вы не переживаете, вы спокойны. Это значит, что вам хватает внутренней силы, чтобы он вылечился. Все. Теперь у вас заболел кто-то ребенок или близкий человек, и вы переживаете. Поднимите руку. Значит, вам не хватает внутренней силы, чтобы он вылечился. Но даже в этом случае, если мне не хватает внутренней силы, чтобы он вылечился, большинство людей не знают, где брать еще дополнительную силу. И они также не знают, как это происходит. Это вызывает большие трудности в жизни. Так, давайте об этом чуть поговорим. Вот смотрите. Некоторые люди замечали, что если у меня какая-то трудность, и я вспомнил о чем-то хорошем, мне стало легче. Почему так? Потому что через эту память ко мне пришла энергия счастья. Теперь сразу возникает вопрос, а ему станет легче, о котором я думаю? Кто нуждается в моей помощи, ему станет легче? Станет. Больше того, если вы наполнитесь счастьем очень сильно изнутри, ему не только станет легче, а ему вообще может полностью пройти вся проблема. Это очень важно знать. И тогда отношения становятся очень высокими у людей. Была такая песня тоже красивая лет 30 назад. И там такой куплет. «Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны. Нитью незримою, нитью незримою наши любимые». Такая песня. Нитью незримою с нами связаны. Это очень важно знать, потому что часто люди не понимают, что это нить незримая. Она является главной причиной проблемы, потому что это нить незримая или связь между людьми. Это вполне реальная психическая энергия. О ней описано в священных писаниях древних. Говорится, что эта энергия постоянно находится между людьми. И она бывает разной. Например, если вы закрываете глаза, вспоминаете своего близкого человека, и у вас возникает в сердце к нему неприязнь или боль, обида, это значит, что ваша нить незримая. Она разрушает вашу жизнь. Между вами плохая связь, отрицательная. И сколько бы вы друг с другом не проясняли отношения, не разговаривали, нить незримая не меняется. В сердце чувство к человеку близкому остается старым. Потому что нужен другой способ, чтобы очистить вот эту связь с человеком. Нужен другой способ. Разговоры не помогут. Этот способ люди знали в древней культуре. Этот способ называется молитва или прощение. Уметь любить, уметь прощать. То есть нужно знать прощать, чтобы прощать. Нужна сила. То есть ты очищаешь эту нить. Ой, слава Богу, мне стало легче. Все, я перестала плохо о нем думать. Ты перестала плохо думать, потому что ты получила какую-то силу, которую ты направила с помощью памяти на эти отношения. Что будешь простить, нужна сила. Эта сила находится где-то, энергия счастья. И вера означает связь с этой силой. Почему люди верят в святость? Потому что святость, святые люди, святые предметы, священные писания, святые места, обладают этой силой. Силой, которая входит в сердце и становится хорошо внутри. И на душе не случайно светло, и не случайно весело. Ну то есть здесь хорошо становится внутри, не случайно, потому что ты сконтактировал с этой силой. Некоторые думают, ну вот у меня есть вера, я верю в Бога. Ну что-то мне весело не становится, и светло. Как-то, может быть, не веру поменять? Также тоже некоторые думают, когда, допустим, с женой тоже что-то не весело, или с мужем. Может мне жену поменять? В этой стране не весело, может мне страну поменять? Такое мышление, оно означает, что человек не понимает причину глубокую. Причина заключается в том, что точно так же, как мы чистим зубы, надо чистить свои отношения с верой, надо чистить свои отношения с женой, надо чистить свои отношения с страной, со своей, в которой ты живешь. Менять ничего не надо. Надо углублять, очищать, приводить все в порядок. Поверхностные люди, они думают, сейчас поменяю, и все будет хорошо. Ничего не будет хорошо. Временно, да, сначала будет хорошо. Немножко. А потом, как обычно. То есть каждый день человек должен тратить какое-то время для того, чтобы очистить свои отношения с этим миром. Мне сейчас идет тяжелая судьба, мне требуется дополнительное время, чтобы очищать. Например, когда я ехал сюда, в Болгарию, я знал, что здесь трудности будут с организацией лекций. И я молился за это. Потому что это не только организаторы должны страдать. Я тоже взял на себя внутреннее вот это чувство, что я должен как-то в молитве помочь, чтобы все было хорошо. Когда мы помним что-то, думаем о чем-то, мы можем понять объем работы, такой технический термин. Как это понять? Если я не хочу об этом думать, мне тяжело. Первое впечатление, может, вообще этого не надо. То это означает, что там есть тяжелая судьба, и она побеждается с помощью дополнительной энергии счастья. Нужно дополнительно помнить о чем-то святом, думать о чем-то возвышенном, для того, чтобы потом эту память вложить в то, где находятся проблемы. Когда человек вспоминает параллельно что-то возвышенное, он может преодолеть трудности. Большинство людей, когда им плохо, они на этом фокусируются и не могут ни о чем другом думать. Это означает, что они хотят своими силами преодолеть проблемы. У нас сил не так много. Но есть люди, которые верят, верующие люди. Что значит верующие? Это значит, что им трудно. Они своими силами не преодолевают проблемы. Они в это время помнят не о боли, не о своей боли и трудности, а помнят о том, что дает им радость и чистоту, что приносит им счастье. И это счастье сразу же приходит внутрь, сразу же наполняет нашу жизнь счастьем и сразу же начинает побеждать препятствия. Такие люди называются удачливыми. Что такое удача? Удача — это не то, что там как-то повезло. Удача означает правильное понимание вещей. Спасибо. Спасибо.